Добрый день, дорогие мои друзья! Итак, мы продолжаем тему платья с запахом. Сегодня у нас с вами новая, вторая встреча. Думаю, мы успеем закончить все именно сегодня. Посмотрите, платье с запахом. Повторяться не буду, кому интересно. Мы дошли в прошлый раз до того, что мы построили, напоминаю вам, по такому техническому заданию, мы построили с вами базовую конструкцию и начинаем ее преобразование, изменение базовой конструкции. Но что хочется сказать про эту выточку? Понятно, что далеко не всегда эту выточку мы еще нагрудно оставляем в этом месте. Мы расширили немножко свое изделие, ввели средний шов по спинке, так захотели, но можно этого не делать. Ну и самый банальный случай, когда мы эту выточку переносим с вами вот в этот вот боковой шов. Тогда мы разрезаем нашу выкройку по вот этой нарисованной линии и после этого закрываем, так сказать, вот эту вот нашу выточку. Она открывается у нас сюда. И не забудьте про зону недоступности, что на 2-3 сантиметра ее потом надо сократить. Итак, я просила в прошлый раз, чтобы вы выбрали себе какой-то определенный запах. Я подхожу к зеркалу, например. Я люблю хороший такой глупойкий запах. И определяю себе, что у меня это будет 26 сантиметров. Какое расстояние у меня 26 сантиметров? Вот это расстояние у меня 26 сантиметров. Значит, от центра нашего изделия я должна отложить вот сюда половинку, потому что это полузанос. Полузанос я откладываю 13 сантиметров. А весь занос или весь запах у меня будет вот такой 26. Вот такой вот будет. Итак, здесь 13 сантиметров. 13 и 13. После этого я должна провести вертикальную линию внизу. Чаще всего, если я раскрешаю свое изделие, я могу провести, конечно, вот так. Да? Но я люблю поддерживать. У нас существует ритм. То есть, если вы расширили боковой шов, немножечко-немножечко совсем сделайте с отведением и крайборта вашего, так сказать. Вот такую линию я бы нарисовала. Предпочтительнее для меня было бы нарисовать линию вот такую. Тогда мои ножки не будут откровенно всем видны. После этого мне нужно оформить, выбрать, либо линию перегиба лацкана, соединить вот эту точку. Мне нужно с горловинкой. Вот эту точку мне нужно соединить вот здесь. Вот вы понимаете, что там пойдет у нас, да? Вот такой вот. И там будет вот эта часть у нас будет двойная. Штрихами показываю. Вот эта часть будет у нас двойная вся, да? И мне нужно нарисовать вот эту линию. Пожалуйста. Что я хочу здесь сделать? Во-первых, я всегда на талии немножко приподнимусь. На сколько? На 3, на 4 сантиметра я приподнимусь на талии. Вот здесь, допустим, 3-4 сантиметра. Почему? Потому что мой поясочек, который будет пришиваться, он не должен мне укорачивать мою талию. Вернее, укорачивать нижнюю часть. Поэтому вот здесь будет 3 сантиметра. А сюда будет пришиваться пояс. Ну и я могу взять, например, вот такое лекало и провести вот такую линию. Давайте, пока в карандашике ее сделаем. Вот такую линию. Посмотрите, на что я обращаю ваше внимание? Нужно сделать так, чтобы вот ваша грудь, да? А вот это запах, который выше груди на сколько сантиметров у нас получилось? На 4 сантиметра. Достаточно это вам будет или нет? Проконтролируйте, пожалуйста, вот этот участок. Да? Возможно, вам захочется его поднять повыше. Давайте проведем другую линию. Вот. Мы можем провести с вами вот такую линию. Ага. Какой стал этот участок? Смотрите, какой большой. Значит, наверное, мне хочется что-то среднее. И вот так, таким образом, размышляемые, хорошие, вы как хорошие, настоящие конструктора, вы выбираете вот эту линию. Эта линия будет края борта. Что хочется про нее сказать? Про нее вам нужно сказать следующее. Давайте ее пока тоже. Она у меня будет не окончательна сегодня. Да? Я пока нарисую ее вот такими вот штрихами. Например, если вы оставите вот эту линию вот так оформленную, у вас может получиться вот такой вот халатик. Без всякого воротничка, например. И тоже будет хорошо. А если вы хотите вот такой сделать воротничок, вот здесь я его приподняла над плечиками, да, а ведь можно не приподнимать над плечиками. Можно взять и прямо вот сюда просто отогнуть вот эту линию. У вас тоже получится хорошо. Посмотрите, и у вас будет вот такой вот воротничок, да. Посмотрите, как это можно сделать. Можно взять вот эту вот линию, раз уж вы все равно задействуете эту ткань, просто туда продлить. Разные варианты, видите, я буду делать пока разными вот такими вот штрихами. и добавить просто вот такой вот вариант, что и было в моем случае со Светланой. Она вот это все не особенно задумывалась, как-то это все сделать. И у нас получилась вот эта вся целая ткань, и в результате получилось то, о чем я вам рассказывала. Вот и все. Это цельнокрайенный получился воротничок, который выкроется у вас одновременно вот с этой всей полочкой, и просто-напросто перегнется впоследствии вот по такой прямой линии. Если вы хотите, чтобы вырез у вас получился вот здесь побольше, потому что он хорошо вам достаточно закроет эту грудь, для больших размеров это будет как раз очень комфортно, но кто-то хочет сделать другую картинку, значит вы просто расширите немножко горловинку, и эта линия перегиба лацкана, мы ее называем, она пройдет ниже и позволит вам сделать этот вырез побольше. Понятно? Вот так делается цельновыкраенный воротничок, самый простой, самый примитивный, раскроить который вам не составит никакого труда. Спинка уже готова, рукавчик вы выкраиваете как хотите. Да, кстати говоря, про рукав и про пройму. Вот быстренько, буквально по ходу дела, потому что вспомнила. Обратите внимание, какую я базовую конструкцию нарисовала. Вот этот нижний уровень проймы находится выше линии груди. Это тенденции сегодняшнего дня, это удобство и комфорт, потому что увеличивается расстояние от талии до подмышечки, и это мода. Так как рукавчики и проймы делают узенькие в последние годы, то проймочка все время поднимается наверх. При создании своих базовых выкроек сегодня, старайтесь, пожалуйста, мои хорошие, не оставлять свою пройму ниже линии груди. В крайнем случае пусть она у вас совпадает с линией груди. Или, что более предпочтительно и желательно, поднимаете на полтора-два сантиметра. Рассчитываете, соответственно, получаете новенький ВДП, соответственно, отнимаете от этого ВДП 2 сантиметра и строите рукавчик, соответствующий именно вот такой вот небольшой проймочке. Но это уже совет по ходу дела. А мы продолжаем. Значит, вы, предположим, шьете, вам нужен воротник сзади. Какой-то, ну, даже вот начнем вот с такого воротничка. Видите, воротничок поднятый. И вот здесь тоже. Воротничок поднятый. Тему цельнокрайонного воротничка я вам давала. У него всегда есть шовчик вот здесь вот наверху. Он цельнокрайонный идет с нашей полочкой и приточной со стороны спинки. Давайте рассмотрим вот этот вот вариант английского воротника, который я изобразила справа. Я надеюсь, что вы понимаете, что я здесь вам предлагаю не платье, у которого такая симметрия жуткая, с одной стороны опаж, с другой стороны английский воротник. Я просто два варианта воротничка на ваш выбор пизажилы вы можете нарисовать свой. Можете нарисовать овалы какие-то, можете нарисовать вот такой вот опаж, спущенный вниз. Это не имеет никакого значения. Сейчас я вам покажу, как легко и просто это делать. Итак, посмотрите. Быстренько напоминаю тему цельновыкроенного рукава. Воротника. Цельновыкроенного рукава. Воротника. Для того, чтобы это сделать, мы оформляем вот в этой точке, в точке, она у нас называется, плечевой срез при закрытой выточке. Для этого откладываем дугу равной длине плеча 13 см, измеряем мерочку высота плеча косая переда 25 см, и из точки С 25 вот сюда откладываем вторую дугу. У нас получился плечевой срез при закрытой выточке. Ага, и мне не хватает немножко места. Затем, вот к этому плечевому срезу при закрытой выточке, я восстанавливаю прямой уголочек наверх. Перпендикуляр. Вот такой перпендикуляр. Сейчас мы постараемся... Наша камера вернись на место. Сейчас мы постараемся решить эту проблему вот таким образом. Я добавила сюда листочек и буду рисовать на нем. Длина вот этого перпендикулярчика, эту тему я вам уже давала, более подробно вы можете посмотреть в теме воротники в моем плейлисте, в котором мы с вами все сохраняем. И я откладываю сейчас на этом перпендикуляре длину горловины спинки. У нас это примерно всегда около 9 см. Вот наши 9 см. Затем я восстанавливаю еще один перпендикуляр и на нем откладываю ширину воротничка сзади. Обычно это небольшой такой воротничок 6-7-8 см, если вы хотите сделать его прилегающим к шее, таким аккуратным, каким я его нарисовала здесь. То есть 6 см. И третий перпендикуляр. Из этой точки мы опускаем его вниз, ведем те же самые 9 см. И вот нарисовался вот в этот прямоугольничек, это и есть наш воротничок сзади. Вот он, воротничок сзади. А лидия перегиба лацкого, если он у вас не является стойкой, а перегибается вот потом по этой линии, начинается в его серединке, вот в этой точке. Вы эту точку спокойненько соединяете. Давайте я уже буду рисовать нормально. Соединяете с нашей точкой, с краешком бортика, да? И вот у вас выполняется воротничок. Это сзади, его внешний вид на спинке. Так. И вот так вот. А как выглядит отлет воротника? Отлет воротника, посмотрите, я хочу нарисовать в этот раз вот такой английский воротник. Поэтому я беру, и все, что будет у меня слева, вот это продолжение отлета воротника, это же уже отлет воротника, я могу нарисовать как? Ну, например, как-то вот так вот. Раз, два, три, скажем, и четыре. Вот так. И вот эту часть, вот эту часть, вот эту часть вы будете видеть, когда у вас ваш воротничок догнется. Ну, не хочется сильно пачкать уже вот этот вот чертеж, да? Но тем не менее, посмотрите, мне просто хочется показать, что вы имеете возможность нарисовать здесь все, что угодно. Хотите шаревый воротничок, вот такой какой-то кругленький, пусть будет у вас шаревый воротничок. Хотите воротничок опаш внизу, вы можете нарисовать, но уже вот из этой точки обязательно. Рисуйте какой-то опаш, вот такой вот внизу. Хотите воротничок, допустим, вот такой вот английский, с закругленными краями, можете нарисовать вот такой воротничок английский, и так далее. А вот теперь давайте вспомним немножко тему пальто, Максмара и огромные воротники. Я тоже вам это уже говорила и давала. Допустим, вы шьете пальто, вы взяли какие-то другие прибавки здесь. Сейчас найдем красный. Красненький, красненький не нашелся. Ломастер. Найдем какой. А, вот он, красненький ломастер. И нарисуем воротничок Максмара. Вот это наше плечико с опахом, с таким, знаете, там мягкие воротнички идут. Наклоняем этот воротничок вот сюда. Эти 9 сантиметров, они идут вот сюда. Дальше обязательно восстанавливаем прямой угол. Мы хотим здесь таким мягким, большим, уютным его сделать. И уходим вот сюда. Вот и получится вам любая фантазия, то, что вы хотите сделать. Вот так в теме запаха выстраиваются у нас. И еще мы добавили сюда различные-различные покрои каких-то воротничков. Но что еще здесь можно добавить? Конечно, то, что вы понимаете сами, что ваше изделие, конечно же, может быть отрезное по линии талии. Да? Да? Технологическая обработка. Почему я здесь нарисовала выточку? Да потому что мне очень удобно ее вот в это место вставить потом поясочек, сделать петельку. Сделать петельку. То есть вот здесь у меня будет петелька какая-то, да? И в которую у меня пройдет уже вот этот мой поясочек. Вот можно так, например, сделать, чтобы не оставлять вот эту петельку для пояса где-то вот здесь вот сбоку. Можно оставить его сбоку. Это ваши фантазии, какие хотите, такие делайте. Ну и здесь пришивается пояс. Понятное дело, что вы тоже можете его сделать каким угодно. Какой угодно конфигурации. И не буду больше тратить ваше время и как-то повторяться. И моделировать вы здесь можете тоже все, что придет вам в голову. То есть я люблю вот такие вот вещи делать, если это идет легкое какое-то платье, с отрезной линией талии. Как ее получить? Да отрезайте просто вот эту линию. И все. Выточки можно перевести в защипы. Можно открыть их как бы вниз и получить трапецию раскрешенную. Можно сделать здесь юбку просто полусолнца и так далее. Ведь множество вариантов. Можно вот эти запахи, вот эти все запахи делать, какие-то овальные, такие интересные. Можно делать их вот такими и вот такими. То есть это опять ваша фантазия и это опять ваш выбор. Вы можете сделать здесь тоже все, что угодно. Очень люблю, когда отрезная талия все-таки бывает у нас вот в таких вот халатиках. Вот в таких, грубо говоря, халатиках. Потому что, ну что говорить, изделие на запахе, оно похоже на халатик. И если отвечать вот на вопрос нашей, моей подписчицы, которая задавала его в прошлом, я зачитывала его в прошлый раз, она просит уточнить, если ткань футер, это мягкая, любимая мной ткань, какие делать прибавки? Маленькие делать прибавки. Вот те прибавки, даже можно меньше сделать еще прибавочки, чем я здесь вам показала. Потому что ткань футер, это прекрасный хлопчатобумажный трикотаж, достаточно формоустойчивый для того, чтобы не перекоситься. И достаточно удобный и комфортный, особенно в домашней одежде. В домашней такой вот свободной одежде. То есть прибавочки надо и велюр какой-то такой домашний тоже надо делать очень небольшие. Но это касается только лифа. Я предпочитаю, чтобы все-таки в нижней части все эти наши изделия с запахом, они были пошире, чем наша фигурка. Тогда вам будет удобство и комфорт. Ну и все, наверное, пожалуй. Разрешите на этом сегодня закончить нашу встречу. Задавайте свои вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте, конечно, лайки, как принято это. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!